Здравствуйте! Это видео о том, как протестировать жесткий внешний или SSD диск на предмет наличия дефектов поверхности или наличия битых секторов, а также исправить их, используя бесплатную программу Victoria. Скачайте программу по ссылке в описании к видео, после чего запустите Victoria от имени администратора. В открывшемся разделе «Стандарт» программа отобразит список всех дисков, которые подключены к компьютеру, а также информацию о них. Это название диска, количество кластеров, память и к какому разъему на материнской плате он подключен. Во втором разделе «Смарт» отображается состояние диска, а именно его текущие смарт-параметры. Чтобы получить их, нажимаем «Get Smart» и Victoria в окошке справа сразу же отобразит статус текущего состояния диска. Имейте в виду, что для USB дисков смарт не поддерживается. В окне слева отобразился список атрибутов со значениями. Наиболее важными для пользователя значениями атрибутов являются значения из колонки «Trash» и «Row». «Trash» – это значение, которого должен достигнуть атрибут, чтобы его состояние было признано критическим. «Row» – это самый важный для оценки показатель. Он содержит в себе реальные значения, напрямую говорящие о текущем состоянии диска. Самих атрибутов смарт множество, и все они важны. Но в нашем случае для быстрой оценки наиболее важным будет значение таких как 1. Содержит частоту возникновения ошибок при чтении. Их много, но это не критично, так как их количество совпадает с атрибутом 195, который отображает количество ошибок, которые были скорректированы аппаратными средствами. 5. Содержит количество секторов, переназначенных винчестером в резервную область. В нашем случае их нет. 0. 187. Количество секторов, кандидатов на переназначение. Тоже 0. 196. Количество операций, переназначения секторов. 0. Если бы значения описанных атрибутов не были нулевыми, или они не были своевременно скорректированы аппаратными средствами, то это прямо бы говорило о неполадках диска. Перейдем к наиболее важному разделу «Тестс», в котором непосредственно осуществляется тестирование диска на наличие битых секторов. Давайте запустим тестирование и в процессе рассмотрим данный раздел детальнее. Для этого нажимаем кнопку «Старт». Здесь можно задать начало и конец тестируемой области, которая по умолчанию установлена на весь диск. Это поля «Старт ЛБА» и «Энд ЛБА». А также действия программы по окончанию теста, выбор теста и т.д. Для простого теста лучше ничего не менять. Принцип работы программы заключается в следующем. Весь диск разбит на сектора одинаковой длины. И программа посылает запрос к каждому сектору. Чем больше время ожидания отклика от сектора, тем большая вероятность выхода его из строя. Причиной этому может быть как физический износ жесткого диска, так и неправильная эксплуатация. Битые же сектора скрываются из диска путем их замещения из резервной области диска. До начала тестирования необходимо выставить переключатели «Ignore», «Remap», «Erase», «Restore». В режиме «Ignore» проводится анализ и отображение информации. На данный момент мы запустили тестирование именно в этом режиме. «Remap» — «Переназначить» — это режим замены поврежденных или битых секторов на рабочие из резервной области диска. С помощью режима «Restore» — «Восстановление» можно восстановить те сектора, которые повреждены на программном уровне. «Arase» — «Стереть» — это попытка записи в поврежденный сектор для дальнейшего его использования. Данный режим рекомендуется использовать только продвинутым пользователям. Как видим, в результате тестирования «Виктория» анализирует диск и отображает количество секторов в зависимости от времени отклика каждого из них. Данная информация дублируется на графике в окне слева. Сектора, которые выделены оранжевым, уже считаются проблемными. Красным или синим — это поврежденные битые сектора. Зеленые сектора — это сектора с некоторой задержкой отклика. Но в исправлении они еще не нуждаются. После того, как тестирование будет завершено с битыми секторами, в случае их обнаружения можно произвести следующее действие. Можно пройти диск в режиме «Remap». Если после этого битые сектора останутся, то диск можно еще раз протестировать в режиме «Restore». Для этого достаточно отметить необходимый режим и запустить его заново, нажав кнопку «Start». Нужно понимать, что Виктория — это хорошая утилита, но она не является панацеей от всех проблем жесткого диска, а скорее предназначена для тестирования рабочего жесткого диска без физических повреждений и программного исправления битых секторов. Износ или физические повреждения Виктория не исправит. Утерянные данные в результате появления на жестком диске битых или поврежденных секторов можно восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Ссылка на программу в описании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!